В данном видео мы с вами продолжаем рубрику «Почему нельзя победить». Сегодня мы будем разбирать советы, как победить к фильму «Банана Сплиц». Обязательно ставьте лайки, если хотите больше роликов «Почему нельзя победить». Что точно не отвратимо, так это наступление нового года. Вы на календарь смотрели? Вот то-то и оно. Зато мир кораблей все помнит и уже подготовил для вас крутые подарки и новогодние ивенты. В этом крутом морском онлайн-экшене вас ждут сотни кораблей, крейсеры, эсминцы, линкоры, авианосцы и даже подлодки. Кстати, мой любимый класс – крейсеры. Это мощные корабли с хорошей броней и дальнобойными орудиями, которые могут навести суеты на карте. Мой адмирал-хиппер, способный выдержать удар линкора, дарит подарки всем противникам, причем регулярно. Главное – вовремя лавировать, не подставлять бока и правильно рассчитывать упреждения перед выстрелом. Ну а в мире кораблей вас уже ждут новогодние декорации, награды за боевые результаты, праздничные контейнеры и морозная гонка с Дедами Морозами. И, конечно, крутые подарки. Хотите выиграть одну из двух GeForce RTX 4090? Жмите «Участвовать» на странице акции, выполняйте особые боевые задачи и побеждайте в боях. А если вы новичок, то регистрируйтесь, прокачивайте аккаунт до 10 уровня и получите шанс выиграть 3070 RTX. Розыгрыш пройдет 20 января, так что залетайте в мир кораблей по ссылке в описании. Участвуйте в розыгрыше, забирайте свои видеокарты и присоединяйтесь к Новому году в море, командиры. И перед началом кратенькое бомбление. Когда я выбирал ролик для сегодняшнего разбора, то наткнулся на дочерний канал Cinema Summary с советами по победе в самых разных аниме. На этом канале также почему-то были советы по фильму «Шин Годзилла», который, к слову, мне очень нравится. Но изучив материал, я пришел в тихий ужас. За 24 минуты видоса формата «Как победить», как победитель не дал ни одного совета по победе над Годзиллой. А теперь, внимание, вопрос. Хотели бы вы послушать разбор такого ролика с псевдосоветами по победе над нашим любимым кайдзю? Чисто чтобы поугарать. Если да, напишите об этом что-нибудь в комментариях и влепите ролику «Годзиллямбовый лайкос». Вот это уже совсем кирдык. Ну а я перехожу к нашим милым аниматроникам. Советы по победе будут взяты с официального русскоязычного канала Cinema Summary, который так и называется «Как победить». Для начала я немного поясню, чем именно являются наши аниматроники, которых в этой вселенной называют сплитами. А то Summary сразу же вводит зрителей в заблуждение, рисуя роботов кровожадными чудовищами. Скоро вы узнаете, как далеко могут зайти эти плюшевые монстры, чтобы удалить жажду крови. Аниматроники были созданы мужиком по имени Карл для шоу под названием «Банана Сплитц». Это было невероятно популярное шоу среди детей, которое показывали многие годы. Однако новый вице-президент компании, владеющий правами на шоу, решил, что сплиты устарели и их надо закрыть. И вот тут-то система аниматроников и дала сбой. Их создатель Карл ремонтировал роботов и обновлял их программное обеспечение. А главной его заповедью была фраза «Шоу должно продолжаться». Ее он вложил в свои творения. Когда поступил приказ о закрытии, у сплитов произошел сбой программы. И они просто решили продолжать шоу во что бы то ни стало. А всех, кто попытается им помешать, устранить. У этих машин не было своего разума, эмоций или других свойственных людям черт. Сплиты, если можно так выразиться, любили детей. И старались им угодить, а взрослых воспринимали как помеху. В итоге сплиты просто перебили всех взрослых. Потому что считали это правильным поступком в соответствии со своими алгоритмами поведения. А детям стали показывать бесконечное шоу с теми предметами, что им подвернулись под руку. Ну а потому что представление аниматроников не имело конца, то детишки рано или поздно должны были окочуриться от голода или усталости. Но роботы об этом знать не могли, так как таких тонкостей в их программе не было. Сами сплиты не были уязвимы от слова «совсем». У них был мощный стальной опорный каркас, выдерживающий большую массу тела робота. Также они были очень сильны в физическом плане и могли легко разорвать человека своими лапами. Но в остальном сплитов можно было уничтожить почти любыми средствами. Им можно было оторвать руки или голову, проткнуть тело насквозь или забить чем-нибудь тяжелым. Пананакадабра мочу. Что ж, сплитов мы разобрали, а потому переходим к разбору советов. Этот день рождения закончится похоронами. Нееет. В конце фильма главные герои мама Бет и двое ее сыновей Харли и Остин останутся живы. Своего мужика Бет в середине фильма бросит, а потому его судьба никого не волнует. Даже Харли с Остином было на него плевать. То, чем рассказывает, что у него есть кое-что еще. Он купил билеты на любимый мультсериал Харли. Купила билеты мама мальчика. Отчему было плевать на детей. Я купила билеты пять месяцев назад, так что... И Бананас Плиц это не мультсериал, а телевизионное шоу с аниматрониками. Вот таких вот ошибок в ролике нашего как победителя будет еще очень много. Поэтому я постараюсь больше не обращать на них внимания, а сосредоточусь на советах по победе. Может быть. А может и нет. Харли выскакивает навстречу их машине. Но они не замечают мальчика и чудом останавливают тачку в нескольких дюймах от него. Кажется, этим существам пофиг, что они чуть не угробили ребенка. Мы сейчас говорим про роботизированных кукол, у которых вместо мозгов процессор. У них нет эмоционального отклика на людей. Все их действия подчинены строго заданной программе. После закрытия шоу Бананас Плиц алгоритмы программы дали сбой. И аниматроники начали убивать взрослых, о чем я уже говорил. Делали они это просто потому что, без какого-либо злого умысла. Детям же они за весь фильм вообще ни разу не причинили вред. Поэтому и Харли они вред причинить не могли. Их компьютерная начинка заранее определила находящегося перед ними человека. И аниматроники остановили машину. Так что пофиг тут было только родителям Харли, которые не следили за своим ребенком, когда он выбежал на дорогу. Не бойся, мама за тобой присмотрит. Дальше начинается нагнетание обстановки. С выставлением роботов жутким злом и монстрами. Малыш Харли настолько одержим своими телекумирами, что даже допустить не может, что они могут сделать ему что-то плохое. Аниматроники не сделали Харли ничего плохого за весь фильм. Как и другим детям. Я понимаю, что нужно задать страшную атмосферу ролику. Но выглядит это максимально глупо. Также я вас попрошу не считать, сколько раз за ролик я скажу, что детям вред не был причинен. Мне самому от этого стыдно. Скоро Харли увидит, что скрывается под их милой внешностью. Но уже будет поздно, и он получит психотравмы на всю жизнь. В конце фильма Харли был очень счастлив. И его все произошедшее никак не волновало. А я классный. Да, ты классный. Перед началом, Банана Сплиц приходит к технику Карлу, чтобы тот установил им обновление. Мужчина не замечает, что новая версия прошивки забагована. Нет, оно не забагована. Карл вложил в своих аниматроников строгий алгоритм, согласно которому шоу должно продолжаться. А вице-президент компании шоу закрыл, тем самым вызвав сбой системы. Млядь. Хотел разбирать советы, как победить, а в итоге никаких советов пока нет. А я все еще указываю Самари на многочисленные ошибки. И его неспособность передать простой сюжет фильма. Дальше Самари начинает рассказывать зрителю крайне пресную лекцию по робототехнике. Которая в рамках нашего видео является совершенно бесполезной. И сделана только лишь для растягивания хронометража ролика. Компьютеры настолько умны, что без проблем обыгрывают величайших гроссмейстеров мира в шахматы и го. Эти две минуты можно описать как роботы плохие, они нас убьют. Не делайте роботов. Эй, а кто за рулем? Он смеется роботам в лицо и говорит, что ненавидит свою работу. А потом закрывается в своей гримерке. Друппер принимает обиду на свой счет. Да насрать ему на слова Стиви. Сплиты просто начали методично убивать всех взрослых. И первым стал Стиви. Лыка чувак уже явно не вязал. А если бы не это, он бы смог защититься от друппера. Но он был пьяный, причем в лассасину. Раз Самари не знает, что такое алкогольное опьянение, то я поясню. Стиви бухал весь вечер. И на момент столкновения со Сплитом у него была средняя степень опьянения. Что выражалось в нечлен раздельной речи, скудной мимике и неуверенных движениях. Стиви уже было трудно двигаться. Что видно невооруженным взглядом. Странно то, что Самари сам посчитал количество выпитой этим персонажем алкашки. Но почему-то не смог понять, что Стиви уже представляет из себя кучу опьяневшего мяса. За вечер он выпил как минимум 9 шотов виски. При таком виде опьянения у человека почти в ноль падает критическая оценка действий. И реакция. Он не может концентрировать внимание и становится агрессивным из-за переоценки собственной личности. Пьянь крайне слабо соображает. И чаще всего видит все довольно нечетко. А потому не может должным образом среагировать на угрозу. Поэтому в случае со Стиви победить вообще нет никакой возможности. Так как он не смог бы никоим образом защититься от нападения. Я тут пил за то. Дальше у нас огромная секция с пересказом и нагнетанием атмосферы. Поэтому я сразу перематываю на момент, когда Снорки гонялся на машине за отчимом Харли. Он остался наедине со своей будущей жертвой, которая даже не догадывается, что живет свои последние минуты. Нееет. Мич дотянет до самого конца фильма. Ты не могу поверить в это. Если мы поймем, почему он это делал, то нам куда легче будет предсказать дальнейшее поведение этого робота-убийцы. Аниматроники просто убивали всех взрослых без какой-либо причины. Все. Я уже устал повторять одно и то же. Никаких подводных камней или тайного смысла. У каждого робота есть правило, по которым они убивают. И надо бы нам в них разобраться. Это правило называется «Убей всех взрослых без разбора». Вы будете смеяться, но сейчас Cinema Summary начнет выстраивать целую схему, которой следует сплиты при выборе цели для убийства. То есть все жертвы аниматроников – грубые и подлые мужчины. Проклятые цисгендерные белые спермобаки. Ух. Я много бреда слышал в своей жизни, но это уже за гранью здравого смысла. Аниматроники убивают взрослых, белых, грубых и подлых мужиков. А сейчас будет вообще вишенка на торте. Об охраннике мы мало что знаем, но просто посмотрите на его выражение лица, когда он увидел Харли, с нетерпением ожидавшего встречи с Бананом Сплитц. Кажется, он тоже не был лапочкой. Фууу. Белый мужик со страшной рожей. Фас его аниматроники, фас. А теперь, внимание, вопрос. Это тоже мужик? Джонат Хэлла. Не бей. Почему сплиты прикончили Джонатана, Латиноса, который думал только о благополучии своей дочурки? Почему замочили Тадо, который вообще был добряком и очень любил свою девушку? Тадо, выйдешь за меня? Да, да. Чё-то они сходятся ни хера в предположениях Саммери о белых подлых мужиках. Это совпадение. Только и всему. Даже если бы он сейчас одумался и побежал спасать семью, он всё равно изменял жене. Так что пощады ему не будет. То есть нам сейчас на полном серьёзе затирают, что аниматроники хотели убить Митча за то, что он изменял жене. Причём сами сплиты этой информации не знали. Звучит правдеподобно. Дальше на десятой минуте ролика поступает первый совет. Но не как победить аниматроников. Нам предлагают обшарить карманы убитого сторожа. А пока он был жив, мог бы проверить карманы мёртвого охранника? Он мог бы. Вот только его сбил один из сплитов на машинке. И он до конца фильма провалялся без сознания в кустах. Другими словами, мы пока так и не получили ни одного совета по победе над аниматрониками. Хотя можно же было предложить хотя бы что-то, даже банальное. Например, когда Митч убегал от снорки, можно было посоветовать просто залезть на любое метровое возвышение. Коех было по пути навалом, а не пытаться бежать от машины по прямой. Это вынудило бы сплитывать из машинки. Но догнать убегающего человека в таком виде он бы уже не смог. А дело в том, что обсуждаемые аниматроники сами не бегают, а только ходят. Но нам ничего подобного не предлагают. Ох, лучше вам не знать, что эти роботы хотят сделать малышами. Ничего, все дети останутся живы. Дальше начинается момент, когда двух помешанных на аниматрониках блогеров, Поппи и Тадо, ловит Флиггл, а затем распиливает Тадо пополам. Знаете, какие советы по победе над сплитами нам дают? Никаких. Она что, правда хотела выйти замуж за чувака, который сделал ей предложение вот таким вот образом? Вряд ли с таким хотелось бы связать всю свою жизнь. Так что на самом деле она должна быть благодарна Флиглу. Чего, блять? Я один что ли фильм смотрел? Поппи и Тадо, как я уже сказал, были помешанными на аниматрониках блогерами, у которых все интересы совпадали и которые безумно друг друга любили. Но Самари почему-то решил, что в отношениях этих молодых людей он разбирается лучше, чем они сами. Я клитором командую! А этот ящик точно был сделан от одного человека. В этом нет никакой логики. Ну, или этот ящик был сделан специально для убийств. Дальше Самари строит теорию, что весь комплекс, где снимают передачу Банана Сплитс, создан для убийств. В качестве доказательств какой-то неправильный ящик для распиливания людей. Какой-то неправильный ящик для распиливания людей в шоу для детей с роботизированными куклами. А вот для примера еще более минималистичный ящик для распиливания, который применяется фокусниками. Где логика? Все декорации в шоу Банана Сплитс были бутафорскими и использовались для того, чтобы веселить детей. Даже пила, которую использовал Флигл, была пластмассовая, и он ей не пилил, а благодаря своей огромной физической силе просто продавил ее сквозь тело Тада. Это значит, что убийство детей для этих роботов важнее, чем убийство женщин. Потихоньку начинает прослеживаться иерархия жертв. Сначала мужчины, потом дети, и только потом женщины. Будь я ребенком в этой ситуации. Будь ты ребенком, тебя бы сдали в приют. Сплиты не причиняют вреда детям, но Самари все равно предлагает детям стать крысами и сливать взрослых. Зачем? Почему? Никто не знает. Ничего не понимаю. Я бы постарался подставить окружающих взрослых, особенно отцов и старших братьев. Почему не мам? Потому что аниматроники сначала убивают мужчин. Не бей. Аниматроники убивают взрослых и похищают детей, чтобы добавить их в коллекцию. Какой еще коллекции? В фильме вообще нет ни слова об этом. И можно уже начать давать советы по победе? Нет. Детей можно использовать в качестве приманки. Ну, я как бы просил нормальные советы. А детей за ноги на крюки подвешивать? Мы только что видели, как они идут на звуки детских голосов. Так что глупо будет не использовать этот баг в нашу пользу. Факт, о котором никто, кроме зрителей фильма, не знает. А потому и персонажи фильма этой возможностью воспользоваться не могли. Ну, а если ее сцапают роботы, что ж, тогда папане придется сделать новую дочь. Это не очень сложно. Это такой совет по победе над сплитами? Швырнуть своего ребенка в лапу аниматроника и убежать, а потом склепать нового ребенка? Спасибо, наверное. Вероятно, убивать детей противоречит их протоколам. А-а-а, лилуя. До него наконец-то дошло. Однако дальше начинается откровенная шизофрения. Блигл, например, точно способен понимать нас. Так что можно предложить ему помощь в охоте на взрослых. У детей, знаете ли, есть прекрасная особенность. На них гораздо проще приманивать взрослых. Я даже не уверен, нужно ли это комментировать. Детям предлагают отделиться от взрослых и подружиться с роботами, чтобы потом вместе убивать родителей. Такой план мог родиться только в очень воспаленном мозге. Это программа «Сдохни или умри!» А подружившись со злыми роботами, мы наверняка сможем выяснить, как их выключить. Никак. Ты будешь сидеть прикованный в подвале с другими детьми и смотреть шоу Сплитов, пока не сдохнешь от голода. Дальше идет пересказ с якобы уничтожением аниматроника Бинго. Его герои сбросили с высоты, и он временно вышел из строя. Cinema Summary выдает победу персонажей фильма над Сплитом за свой совет и гордо объявляет, что одним противником стало меньше. Один аниматроник уничтожен. Осталось убрать еще троих. Ну а тут происходит чудо, и нам вроде как впервые дают совет по делу, то есть по уничтожению аниматроников. Отлично было бы кому-то одному заманить каждого из них наверх поодиночке, а второму сидеть наверху и сбивать их на землю. К сожалению, совет представляет из себя пережеванный вариант того, что только что сделали герой фильма. Я бы мог его засчитать, но слишком уж тут много «но». Аниматроники могут прийти вдвоем, и что тогда? Аниматроники могут не пойти за вами наверх, а подождать внизу, и что тогда? В конце концов, Сплиты могут вообще не появиться, ведь никакой возможности привлечь их внимание у вас нет. Я говорю о детях, на которых наши роботы активно реагируют. Дальше переносимся к детям, которые были в клетке в мастерской Карла, создателя Сплитов, но смогли сбежать. Например, на стене рядом со столом Карла висят эскизы роботов, где нарисовано местоположение выключателей и батарей. На чертежах нет никакого выключателя. Когда у Сплитов заканчивается заряд, они подзаряжаются в специальной капсуле, а в простое переходят в спящий режим, который сами активируют. Да даже если бы на чертежах и был какой-то магический выключатель, то каким образом 10-летний ребенок смог бы разобраться в сложных технологических схемах? Даже семилетка справится с тем, чтобы посмотреть на рисунок и понять по нему подобное. Будь я Харли или любым другим ребенком, я бы сразу схватил эту штуку, потому что это и весело, и достаточно эффектно. После этого нам предлагают схватить горелку и сжечь кхерам аниматроников. Самари не учитывает ряд факторов. Он дает совет 10-летнему ребенку, который в глаза раньше горелку не видел и не знает, как ей пользоваться. Да даже если бы и знал, то робот не будет стоять на месте. И ждать, пока его несколько минут будет плавить какой-то мульчуган. Переносимся на момент выпиливания Ребекки и Джонатана. У продюсера здесь было больше шансов сбежать, когда папаша забрался на верхнюю платформу, флиглу. Она все еще оставалась на нижнем. Она могла бы прошмыгнуть вон туда и свалить. А я напоминаю, что внизу участников этой игры ждал еще один аниматроник. Джонатан получил ожоги третьей степени всего лица и шеи. Он мог легко потерять сознание от боли. Так что то, как он себя вел, уже заслуживает уважения, но точно не порицания. А она тем временем прячется в бассейне с шариками. На самом деле это самое хреновое место для игры в прятки. Ведь если бы друппер вас здесь заметил, шансов сбежать просто не было бы. Но он не заметил. Спасибо за растягивание времени на бесполезную херню. На ее месте я бы спрятался под сиденьями. Во-первых, потому что они будут меня загораживать отчокнутого льва-терминатора, который жаждет крови. Получается у девушки, спрятавшейся в шариках, мозгов больше, чем у Синема Саммери. То место, куда он хочет залезть, вообще никак не закрыто. И открывает любому полный обзор на ваше аппетитное тело. Дальше мы переносимся в подвал, где сплиты показывают представление детям с потрошением мужичка. Я бы вытолкнул Остина из укрытия, чтобы Банана Спли смогли его увидеть. Тогда парень подяжит. Плюшевые ублюдки погонятся за ним. И мы сможем спасти малышей. А зачем усложнять? В фильме герой быстро и ловко освободили детей и убежали. Твой план с очередной жертвой менее эффективен. И выглядит как желание опять кого-то подставить. Это что, какой-то фетиш? Больше советов нет. Хотя и до этого их тоже не было. Было несколько либо нерабочих попыток, либо повторений действий персонажей. А на сегодня это все. Например, когда Мич убегал от снорки, можно было посоветовать просто залезть на любое мертвое воз... Мертвое? Метровое возвышение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...